Футбол-сет! Компионат мира в Нижнем Новгороде! Битва в России! Какая битва! Наши победят сто пудов! 5-0! Атмосфера классная, друзья! Каковы люди у нас попадают? Это же Кипр! Кипр! Давай, с вами, с вами! Кипр! За радость! Подписывайтесь на наш канал! Ставьте лайки, дизлайки! Колокольчик этот гребаный жмите, пожалуйста, жмите! Ну и комментарии внизу! Комментарии вот пролистывайте вниз, а там внизу написать комментарий! Вот в любой комментарии будем рады, счастливы! Теперь наш путь лежит к следующей, друзья, локации. Это аквапарк Кариба. Он находится так же, как и зоопарк Лимбопу в Сормовском парке. Но не будет идти минут 10-15. Уже вечером мы пойдем за наши болельцы за сборку России! Вот такой небольшой тут пруд, озерцо в Сормовском парке есть. И вот такая вот аллея между озером и Сосновым гором. Приятный воздух тут вообще пахнет вот этими хвойными. Красота какая! Постелили полотенчики. Немножко отошли 20 метров от основной тропы. Подышать вот этими хвойными запахами Сосновыми. Какая красотища! Здесь вы еще можете прокатиться на катамаранах. Работает прокат. И вперед катаетесь туда. Вон там протоки. Вышка, пожалуйста, зиплайн. Скатились, прокатились. Улетели, кайфанули. Вообще отлично, ребята. И вот на такую развилочку мы пришли, пожалуйста. Вот аквапарк Карибы показывает нам туда. Идем туда. Вот мимо этого платного, мимо платного пляжа. Лежаки. Все, пожалуйста, купайтесь. Можете полежать в тени сосен. Раньше Нижний Новгород назывался город Горький. Это имя носил он более 50 лет. Точнее 56 лет. Был закрытым городом. Здесь было очень много оборонных предприятий. Изготавливалась всевозможная военная техника. Не только военная. Поэтому город был закрыт для иностранных туристов. Туристы, которые проплывали по Волге. Как правило, маршруты составлялись, чтобы Горький проплывался ночью. И на пристани корабли не останавливались. И туристов не высаживались. То есть город был закрытым. Только с крахом СССР с 91 года. Город опять получил свое прежнее имя Нижний Новгород. И стал открытым и доступным для всех. Как вы заметили, забор для замков, друзья. Это филиал строительного магазина. Здесь продают замки. Сказал, я бы не заметила. А если бы у Наташи в рюкзаке был бы замок, но было бы обязательно дались. Но замков у нас нет. Поэтому мы идем дальше. Стоимость аквапарка 600 рублей или 1000 рублей. Это уже вид посещения зоны джакузи. Детям липти лет? Бесплатно. На входе вот такие ключики от шкафчиков выдали. И потом уже вешаешь на руку и плаваешь. Они прорезиненные. В этом плане очень удобно. Ох, какая большая зона. Пожалуйста, слева один бассейн. Небольшой, он больше для детей. И справа уже большой бассейн. Уже с горками. В центре аквапарка находится вот такая вот барная беседка, на которой можно приобрести алкогольные и безалкогольные напитки и незатильные закуски. Да, друзья, перед футболом Россия-Кипр сам Бог велел создать хорошее настроение и выпить кружечку безалкогольного пива. Дорог, конечно, много. Детей много. Но так окунуться в жаркий день, когда по 30 градусов, вполне себе можете прийти на часть, на другой. Классно. Здесь имеются в наличии четыре горки. Вот они не высокие, не длинные. Но вполне подходят для детей и подростков. Да, я думаю, и взрослые могут скатиться. Фотографируют девушек. Не знаю, в такой толпе, в таком лягушатнике. Если только потом замазать фоторедакторов и всех остальных людей, то, наверное, можно. Все, мы посетили аквапарк Карибы. Хватило пару часов, убили время. И теперь мы летим, едем на стрелку. Нет, не на бандитскую стрелку. Это так называется район Нижнего Новгорода, где АКА впадает в Волгу. И едем мы туда не просто так, а как вы уже поняли. Видите, я переоделся. Я тоже красно-белая. Весь готов, друзья. Россия, Россия, Россия. Полетели на стрелку. Воу, и мы уже на стрелке. Но это еще не стадион. Это еще не стадион. Посади нас. Вначале мы сейчас подойдем вот к этому храму. Храму Александра Невского. Друзья, рядом со стадионом Нижний Новгород-Арена находится красивейший собор. Кафедральный собор имени святого князя Александра Невского. Был построен в 1881 году. Но, блин, в советское время коммунисты-большевики его хотели снести. Все иконы и деревянные украшения пошло на отопление. Согревали свои дома. Хотели его разрушить и поставить на этом месте маяк и памятник, огромный памятник Владимиру Ленину. Но планом этим, слава Богу, слава Богу, не суждено было сбыться. Но уже потом началась Великая Отечественная война. Во время Великой Отечественной войны на крыше этого храма стояли зенитные установки, которые защищали город Горький от налета немецкой авиации. Смотрите, друзья, сзади нас. Красавчик, стадион. Двигаемся по Волжской набережной. Стадион вот вообще буквально уже 200 метров. Длинная набережная. Идем на солнце, друзья. И давайте я вам покажу, что передать здесь атмосферу. Это Стрелка, друзья. Стрелка. Так называется этот район. И вот смотрите, друзья. Поверчу немножко камерой. Волга. Наташа. Стадион. Храм Александра Невского. И старый город. Или, как говорят, Нагорная его часть. С видом на стены Нижегородского Кремля. И вот смотрите, нашему взору с Наташей, какой открывается вид. И вот это место слияния реки Оки и Волги. Здесь она завершает свой длинный полутора тысячная километровый путь. Река Ака протекает по семи российским областям. Начинается в Орловской области. Затем Калужская, Тульская, Рязанская, Московская, Владимирская и Нижегородские области. Длиннющая река. И она делит Нижний Новгород на две половинки. На горную часть, где мы жили с Наташей два дня. Вот она, где стены Кремля стоят. И вот, собственно, вот эту, где район Стрелка, Сормово, Автозаводская. Это низинная часть Нижнего Новгорода. То есть две половинки АК. Нижний Новгород поделила на низинную и на горную. А как, Наташа, тебе вообще впечатления от трехдневного пребывания? Вообще, уже вся в эйфории от нашего Симонежного трибу. Очень все нравится, конечно. Но без ног вообще, уставший очень. Но все равно эмоции зашкаливают. Нижний Новгород, друзья, нас в себя влюбил. Мы им очарованы. Много слышал, картинок видел. Но, побывав здесь, прям изменилось впечатление. Просто влюбил в себя этот город. И я его доношу в свой ТОП российских городов. Вообще, друзья, обалденно. Рекомендую, Наташ, посетить Нижний Новгород. Однозначно. Все не передать, ребят. Тут надо самим все смотреть. Обязательно приедете. Мы верим. Для вас и снимали. Ну, а нам осталось посетить футбол. В общем-то, главную изюминку и вишенку на торте нашего с Наташей Трипа. Все на футбол. Все на футбол. Все. Чемпионат мира в Нижнем Новгороде. Теперь мы идем на стадион. Болеем за Россию, друзья. Россия. Россия. С нами пошли. Видите, что обрамлен стадион металлической сеткой в виде рыболовной сети. Как символ Волги, как символ рыбалки на этой великой реке. Стадион Нижний Новгород. Начинается битва России. Какая битва. Наши победят сто пудов. Прогноз. Наша традиционная рубрика. 5-0. 4-1, друзья. Запоминайте. Вы уже будете знать на момент выхода этого выпуска в YouTube. Счет. А мы еще не знаем. Поэтому 4-1, 5-0, друзья. Здоровый огромный стадион. Конечно же, Волк Забивака. Символ чемпионата мира. Нам с Наташей нравится открывать новые стадионы. Вот, мы добрались. Еще осталось всего. Три. Сейчас найдем свой сектор. Стадион для нас совсем не знакомый. Все, прошли еще последний кордон уже. И выходим непосредственно на стадион, друзья. Опа! Классный виток. Рассветка сидений синий-белая. Красотища, друзья. Ну, вот эта променадная зона по периметру. Очень похоже. Один в один напоминает Самару-арену. Вот это большой плюс. Вот это классно. Внутри стадион классный, друзья. Сразу говорю. Вот он мне не понравился снаружи. Внутри просто попа огонь. Вообще классный. Вот смотрите, какие проходы. Широкие между сидениями. Не как в Казани или в Саранске. Это большой плюс. Также широко и просторно между секторами. Тридцать минут и Россия будет драть Кипр, друзья. Этмосфера классная, друзья. Сборная Россия уже разминается. Смолова вижу. Кипр, российская литерация. Красного цвета. На каждом секторе определенный цвет. Где-то белый, где-то синий. Когда заиграет Кипр, стадион превратится в российский флаг. Наша любимая тема, это наша Каринка. Каринка моя. Каринка моя. Ты процедура. Кипр. Сборная Россия. Кипр, российская. Мирон, Россия. Мирон, Россия. Второй гол забили опять Ковстайд, а кого не путило? Да уж забили, не считали. Кипр вообще обурел, две атаки провел. Ребята, это же не Германия, не Хорватия, это же Кипр. Кипр. Мужен гол. Мужен гол. Молодцы, нами, с нами, да, и с нами. 1-0 такой скользкий счет Перерыв мы вышли подышать Смотрите, какой здесь свит открывается Не знаю, будет видно Волгу или не будет Смотрите, стадион находится прямо 100 метров от Волги Я Тошана И вот смотрите, уже стемнело после первого тайма Вот такая подсветка Прикольно, кстати Мы когда с Наташей заходили на стадион полтора часа назад Проходили мимо вот этой девушки со знакомом Значком МИР Реклама банковской карты И вот она до сих пор стоит Перерыв 2 часа на том же месте Я был уже с долбой Перерыв закончился Начинается второй тайм Едом за штангой Загадил второй Вот это начало второго тайма Оооооу Давай, Артем Ну это победа, нигма как саранский детбой Ну что за 1-0, что за 9-0? Три очка наши! Это победа, победа на классе. 9-0 было в Саранске. Здесь 1-0, но ничего, 6 очков за 2. Две игры вообще отлично. Спасибо сборной России, спасибо Нижний Новгород. Все отлично, нам понравился и город, и футбол. А нам пора спешить на ЖД вокзал. Мы через полтора часа уезжаем обратно в Саранск. Мы прыгаем в запаркованную там, на ЖД вокзале Саранска, машину и в Самару. Я очень надеюсь, что она там еще на месте. Я все с ними не переживаю. Все будет хорошо, друзья. Спасибо, что посмотрели наш фильм до конца. Трип по трем городам. Пенза, Саранск, Нижний Новгород. Пенза, Саранск, Нижний Новгород. Три города, три. Надеюсь, обязательно посмотрите все наши выпуски. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Счастливо. Пока-пока.